Здравствуйте! В эфире программа «В фокусе» и ее автор и ведущий Иван Ждакаев. Каждую неделю я собираю самые интересные публикации мировых СМИ об Азербайджане и рассказываю о них вам в этом выпуске. Привет из Турции. Почему дипломаты заторопились решить карабахскую проблему после встречи Путина с Эрдоганом? В Баку на дремлайнере Азербайджан закупил 7 новейших Боингов на авиасалоне в Дубае. Грузия признана родиной самого древнего вина. Может ли Азербайджан оспорить этот титул? В понедельник в Сочи завершились переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Баку. Внимательно следили за визитом турецкого лидера в Россию. Ведь Эрдоган обещал затронуть в разговоре с Путиным тему Нагорного Карабаха. Исполнил ли он свое обещание? Ну, во всяком случае, прессе об этом не доложили. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время встречи российского лидера Владимира Путина с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Сочи поднимались сложные темы, подробности которых не подлежат разглашению, сообщает газета РУ. Встреча длилась 4 часа. Из официальных источников известно, что поднимались следующие темы. Сотрудничество по атомной энергетике, поставки в Турцию российских противорокерных систем С-400, ну и торговля. И, конечно же, урегулирование конфликта в Сирии. Остается только гадать, состоялся ли разговор по Нагорному Карабаху. Наверняка известно лишь одно. После отъезда Эрдогана в России резко усилилась дипломатическая активность. Сначала министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян встречается в Москве с сопредседателями минской группы ОБСЕ по Карабаху. Затем на такую же встречу в Москву приезжает министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров. А между этими встречами Владимир Путин проводит переговоры с президентом Армении Сержем Сарксяном. Все это происходит на протяжении каких-то трех дней. Если вам и этого недостаточно, то вот последняя новость. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров неожиданно назначил визиты в Ереван и в Баку на 20 и 21 ноября. Формальный повод отметить 25-летие дипотношений между РФ, Арменией и Азербайджаном. Будем говорить о региональной и международной проблематике. В том числе постараемся понять, где мы находимся в рамках усилий по карабахскому урегулированию после недавней встречи президентов Армении и Азербайджана. Отметил Лавров. Не секрет, что Москва давно выступает посредником между Азербайджаном и Арменией. Как знать, может быть, после переговоров с Эрдоганом у Путина появились новые аргументы по урегулированию в Нагорном Карабахе. Азербайджан закупит пять самых современных пассажирских самолетов. Это Boeing 787 Dreamliner. Соглашение было подписано в рамках крупнейшей международной аэрокосмической выставки Dubai Air Show 2017, которая проходит на этой неделе в Арабских Эмиратах. Закрытое акционерное общество Азербайджанские авиалинии подписало в воскресенье корпорации Boeing соглашение о приобретении пяти самолетов Boeing 787 Dreamliner и двух Boeing 747. По данным пресс-службы Азал, стоимость соглашения оценивается почти в 2 миллиарда долларов. Доставка самолетов планируется на 2019-2020 годы, сообщает агентство ТАСС. Для американской компании Boeing это просто замечательная новость. Дело в том, что на проходящей в Дубае выставке Boeing по всем фронтам переиграл своего европейского конкурента, компанию Airbus. Все ждали, что Airbus заключит договор с авиакомпанией Emirates на поставку 36 лайнеров А380. Но эти надежды не оправдались. Вместо этого Emirates заключила договор на поставку 40 Boeing Dreamliners, и об этом сообщает агентство Bloomberg. Этот контракт, доставшийся Boeing, стоит более 15 миллиардов долларов. Ну а компания Airbus на выставке в Эмиратах смогла заключить договоры на сумму в 5 раз меньше, всего лишь 3 миллиарда долларов. Вот такие капиталистические драмы разворачиваются в Дубае прямо сейчас. 8 ноября отмечается неофициальный праздник – Международный день КВН. В 1961 году в этот день вышел в эфир первый выпуск Клуба веселых и находчивых. И вот деловая газета «Коммерсант», чтобы отметить этот день, подготовила галерею КВНщиков, которые прославились не только на сцене, но и в политике или в бизнесе. Из 11 человек в этом списке трое относятся к команде «Парни из Баку». Открывает список постоянный член жюри КВН Юлий Гусман. В 1964 году он был одним из организаторов Бакинского клуба КВН. В течение 7 лет возглавлял команду «Парни из Баку». В 1993-1995 годах был депутатом Госдумы первого созыва. Является членом Комитета гражданских инициатив. Входит в президиум Всероссийского азербайджанского конгресса. Следом за ним расположился генеральный продюсер телекомпании НТВ Тимур Вайнштейн. Он входил в состав команды «Парни из Баку», ставший чемпионом высшей лиги КВН в 1992 году. И завоевавший звание лучшей команды 20 века в 2000 году. И, наконец, огромным уважением и в России, и в Азербайджане пользуется Анар Мамедханов, который, к сожалению, рано ушел из жизни. Ему был всего 41 год. Он выбрал политическую карьеру, отмечает газета. В 1995, 2000 и 2005 избирался депутатом парламента Азербайджана и являлся самым молодым депутатом в истории Азербайджана. Газета напоминает, что среди КВНщиков, ну, теперь уже российских, такие тяжеловесы, как лидер КПРФ Геннадий Зюганов, первый миллионер Советского Союза Артем Тарасов, а также бывший российский министр печати Михаил Лесин. Археологи обнаружили самое старое вино в мире. Вернее, самого вина, конечно же, уже не осталось, зато от него сохранилась посуда. Дело было на территории современной Грузии 8 тысяч лет назад. Исследователи обнаружили следы напитка в глиняных сосудах, возраст которых составляет около 6 тысяч лет до нашей эры, отмечает телеканал Евроньюз. На этих сосудах, объем которых, кстати, составляет до 300 литров, нашли даже орнамент, который изображает виноградную лазу. Евразийские сорта винограда, которые сегодня дают 99% вина в мире, имеют корни на Кавказе, считают исследователи. А вот турецкая газета «Юриет», которая тоже посвятила этой находке большую статью, напоминает, что до сих пор рекорд по самому древнему вину принадлежал Ирану. Там нашли винный сосуд возрастом около 7,5 тысяч лет. Грузинская находка повысила рекорд до 8 тысяч лет, но ученые ожидают новых находок. На других раскопках в Закавказье, в Армении и Азербайджане, могут обнаружиться еще более древние свидетельства винной культуры человечества, чем в Грузии, отмечает газета. Правда, винные историки Европы все же признают первенство Китая, где алкогольные напитки известны уже 9 тысяч лет. Ну, правда, это не совсем честный рекорд, ведь помимо винограда в китайском вине содержался мед, рис и боярышник. Ну что же, у меня на этом все. Подписывайтесь на наш канал, чтобы первыми узнавать о самых интересных публикациях мировых СМИ об Азербайджане. С вами была программа «Фокуси» и ее автор и ведущий Иван Ждакаев. Увидимся на следующей неделе. Редактор субтитров А.Семкин